Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим более подробно о временном уходе трех крупных игровых компаний, а именно Xbox, Sony и Nintendo. Поговорим подробнее, почему это случилось, как покупать игры и так далее. Перед началом видеоролика не забывай ставить лайк, подписываться на канал и писать свое мнение в комментариях о том, что ты думаешь обо всем этом. Начнем с того, что недавно все три компании сделали официальное заявление о том, что они временно уходят с нашего рынка. Сначала это объявили Майки, потом Sony, Nintendo, но исходя из комментариев, на Sony больше всего хейта вылилось из-за, сами знаете, каких причин. По факту эти заявления означают, что все эти компании временно перестанут у нас на территории продавать консоли, аксессуары, сервисы, ну и самое главное, игры. Это, как я понял, касается и цифровых копий, и дисковых. Если же по поводу приобретения цифры вы уже и сами догадались, что это в принципе нельзя сделать, то на новые диски тоже пока надеяться не стоит, ибо тот же M-Video уберет предзаказы игры, поскольку существует вероятность, что он попросту не сможет реализовать поставку. Если задаваться вопросом, а где и как приобрести игры, то у Sony их сейчас можно приобрести только через друзей из других регионов, отдав им аккаунт и перевести норм так денег, либо же заводить какой-то аккаунт за рубежом, но, как говорят, это геморно. Ну или просто купить оставшиеся диски, если вдруг у вас версия с дисководом. И да, если что, карты оплаты уже не работают. На сегодняшний день PlayStation Store в России попросту не работает, бесплатные игры не добавить, и что самое обидное, это то, что нельзя будет добавить игры по PlayStation Plus. И, кстати, отчасти именно поэтому на Sony вылилось больше всех претензий, типа, какого фига? Многие заплатили за подписку, продлили ее там на 2 года вперед, а в итоге они не могут взять бесплатные игры, ну камон, как по мне это бред. Что касаемо Nintendo, тут я затрудняюсь ответить, ибо официальную лавку вроде как тоже прикрыли, но с точки зрения каких-то там обходов в теме Nintendo, там, я не знаю, карты оплаты, балансы и так далее, я в этом не силен, поэтому тут лучше обратиться к тому же Денису Мейджеру. Обладатели Xbox здесь пострадали меньше всех. Несмотря на невозможность покупки из Store самостоятельно, вы это можете без проблем сделать через парней, которые продают игры с других регионов. К примеру, X-Games, они вам и игры, и подписку помогут приобрести, единственное, всегда спрашивайте о них актуальный ценник на интересуемую вами игру, поскольку курс качет, и рекомендую открыть либо виртуальную карту для этого, приложение банка, либо физическую карту Мир для удобства переводов. И да, единственное, они могут немного долго отвечать, ибо сейчас много кому нужны игры. Парни, что, кстати, проверено, поэтому ссылку на них я оставлю в описании. Помимо приобретения игр, повезло всем, у кого есть подписка Xbox Game Pass, поскольку благодаря ей вы можете играть в новые добавленные игры без каких-либо ограничений, ибо те же Стражи Галактики, добавленные 10 марта, без проблем запускались, и дальнейшие игры тоже по логике должны запускаться, ибо у Xbox попросту нет проблем со скачиванием новых игр, которые не обязательно покупать. Просто мне почему-то кажется, что проблема у PlayStation зависит от того, что игры по PlayStation Plus, они типа приобретаются, на Xbox такого нет. Что касаемо остальных блокировок, то ни на плойке, ни на Xbox, онлайн не прикрывают, и никто не собирается вашу консоль делать кирпичом. Да, иногда наблюдаются трудности в работе серверов, но по сути ни от одной из компаний заявлений не было, что как бы это все из-за ухода. Единственный вопрос, что касаемо игр, которые все еще остаются неизвестен, так это что будет с локализацией. Да, Xbox недавно получили новость о том, что переведут Halo, Forza, а психонавты получат субтитры, но в связи с такими новостями, мне кажется, они маловероятны. Вообще, Nintendo на все это дали официальный комментарий, который, я думаю, будет касаться и всех остальных компаний, и если коротко, то в будущем не будут поставляться все продукты Nintendo, из-за проблем с логистикой, что в принципе намекает нам о том, что скорее всего и на Xbox на плойку перестанут завозить некоторые аксессуары. Насчет локализации они тоже, к сожалению, ничего не знают. Также они сказали, что цены в магазине Мир на Nintendo обновят на неделе, которая начнется 14 марта. Игры, которые стоили там 4000 рублей, будут стоить 6200 рублей, что в принципе намекает нам о том, что на Xbox и на PlayStation тоже все вырастет. И, к сожалению, при всем при этом они не дали комментариев о возможном добавлении платежной систем UnionPay или Мир в eShop. Таких комментариев, по сути, больше я не видел ни от кого, и если всю эту тему обобщить, пожалуй, самая проблема всей этой ситуации – это курс, логистика и платежная система. Поскольку нас все-таки отключили от свифта, и оплачивать покупки за рубежом и в зарубежных магазинах попросту нельзя. И мне почему-то кажется, что и в связи с этим и было принято решение присоединить продажи, поскольку мало того, что не пройдет платеж, так еще и непонятно, по какому курсу это все продавать. Поэтому, пока не нормализуется система платежей и курса, я думаю, нет смысла надеяться на крайне скорое возвращение компаний, если, конечно же, они при этом не придумают какие-то аналоги или не найдут замену всему этому. Если вдруг вы надеялись в 2022 году урвать консоль по наименьшей цене за какой-нибудь там лютый скидон, то, как бы грустно этого не звучало, лучше забудьте про это, ибо сейчас, помимо дефицита, проблема заключается еще и в логистике, что делает дефицит еще больше, плюс курс, который поднимет цену на все. И геймпады, я думаю, у нас будут стоить где-то по 7,8 косарей, а то и больше. Кстати, красавцы, кто недавно взял геймпады до повышения и, соответственно, консоли. Единственное, предупреждаю вас насчет очень дешевых цен на консоли на левых сайтах. Будьте бдительны, ибо мошенников, которые продают консоль по ценам ниже рыночных, достаточно, поэтому просто будьте осторожны. Что касаемо самой выгодной консоли Xbox Series S, которая стоила 30к рублей, сейчас она будет стоить, скорее всего, около 40к, а то и больше, что в целом, как бы, все равно ее выставляют в лучшем свете с точки зрения остальных вариантов, ну а если в общем, то покупка уже не кажется какой-то выгодной. Но, несмотря на это, я вас призываю все-таки не паниковать и думаю, что игровая индустрия от нас не отвернется насовсем, поскольку всем нужны деньги, и пока есть трудности с их получением, будет продолжаться вот такая вот ситуация. О полной блокировке сервисов или купленных игр речи не идет вообще. За это можете быть спокойны, да, в целом, как бы, в теории, это может произойти, ибо, если вообще завтра прилетят инопланетяне, я не удивлюсь. Но, что касаемо реальности, в Стиме уже, как бы, отрубали на некоторое время возможность запуска игры от Microsoft, что нам напомнило о самом главном правиле. Цифровая версия, если что, игры вам не принадлежит, и компания в целом оставляет за собой право распоряжаться своими продуктами, как она захочет. Но насчет этого компании вряд ли пойдут, потому что с точки зрения репутации, это не особо выгодно компаниям, я бы сказал бы вообще. Поскольку, если вдруг одна из компаний решит самостоятельно ограничить игроков купленному контенту, акцентирую, кстати, внимание, что не из-за каких-либо глобальных проблем, а именно по желанию, из-за каких-то там взглядов, я думаю, что ни один из адекватных людей после этого данную компанию больше поддерживать не станет. Ну, это как бы сразу доверие, репутации, никто не захочет уже второй раз покупать игры, там, консоли, там, где могут попросту опрокинуть. Поэтому на какой-то либо бан или ограничение контенту я бы не надеялся вообще. В общем, будем следить за ситуацией, надеемся, что у всех у вас все будет хорошо, и если вам понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok